привет вселенная сегодня 23 июня 9 сколько там 9 13 по калифорнийскому времени я сейчас переключусь на другую тему я очень хотел по порядку рассказывать о своих приключениях в америке но к сожалению это не предоставляется возможным потому что происходит если немножко сменю какой-то лук чтобы хотя бы видосы друг между другом отличались хоть как-то вообще было бы наверное круто выйти на улицу и что-то снимать на свежем воздухе но у меня телефон стоит на зарядке и отойти не могу в общем я расскажу сегодня сделаю немножко небольшой перерыв между своими приключениями в детеншине и расскажу о насущном потому что это очень важно а эмоции свежие и очень хочется делиться по важным полезным контентом в общем видео будет сразу на пускай будет на одну пока тему я начал заниматься с изготовлением документов в сша и сегодня я расскажу о том как я получил без единого документа калифорнийский айди точнее еще не получил пока вот получил такие бумажечки о том что мой айди изготавливается стоит он 33 доллара написано и я сфотографировался и все такое в общем расскажу о том как люди которые как и как я вышли из детеншина без единого документа вообще если документ который нам дали вот такой вот вот такой вот бумажка но это это без прикола ну то есть вот такой вот сейчас этот листочек уже достаточно мятый здесь на форум написано форма ай 94 у нее есть еще вторая сторона вот такая вот здесь какая-то информация обо мне типа имя фамилия год рождения мой вес рост страна моя откуда я приехал статус мой азайлом сейчас здесь указан ну и в общем дата когда мне это было выдана ни одной печати как вы видите ничего черно-белый какой-то листочек это единственное что мне выдали мне сказать что с этим документом я могу летать по америки я могу в общем открывать любые документы в общем я могу делать все что угодно но как бы по факту я даже в хостел с этим листочком заселиться не могу меня никуда не берут и сегодня расскажу что в общем как как мне удалось открыть калифорнийский айди я думаю что большинство людей кто смотрит мой канал наверняка об этом знает но и вообще хочу сказать о том что я в америке вот уже неделю и это самые сложные семь дней в моей жизни я уже не устаю просто говорить самые 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 я думал что то что раньше я проходил это было сложно каждый раз еще сложнее и сложнее и сложнее и в общем куда бы я не пришел я пришел в банк открывать карту мне говорят дайте ваш паспорт я говорю у меня паспорт забрали на границе мне не отдали ничего не говорит ну вот заберете свой паспорт приходите еще таки ссылок на заберете приходите выше заберете же его вот я говорю нет я не могу его забрать я не могу ничего забрать никаких документов то есть я гипотетически когда-то там я может быть встреча со своим айтем может быть он привезет мне мои документы но это все вилами по воде и абсолютно никому не не известно тогда значит я говорю это вот этот вот единственный документ а он с каждым днем становится все более мятый и мятый и как бы какую-то ценность начинает представлять из себя все меньше и меньше и так не имея но грубо говоря вот к вам приходит человек с таким вот черно-белым листочком без единой печати я когда меня из детеншена выпускали спросил а вы точно здесь не нужна какая-никакая печать может быть ну хотя бы это просто черно-белым листочком не сказали нет нет это ваш единственный документ который вам понадобится в америке и что я куда только не начал приходить с этим документом в банке мне говорили нет за один день я обошел пять отделений наверное смог бы обойти больше но было несколько фактов которые не позволили мне сделать больше проехать больше пройти больше отделений и в пятом отделении были еще такие отделения про которые пишут в чатах в telegram чатах в которых точно выдают без паспорта ну то есть можно им принести условно копию ксерокопию точнее ну типа распечатанную копию своего старого паспорта да и якобы менеджеры только менеджер знает что он ксерокопирует оригинальный паспорт да или копию да и если менеджер тебе лоялен он в принципе может ксерокопировать твою старую копию твоего старого паспорта и и открыть тебе карту банковскую да но по факту вот я столкнулся с тем что никто уже к тому моменту может быть слишком много русских узнал про эти отделения и уже перестали такую фишку делать в пятом отделении когда я пришел мне сказали что получи калифорнийский айди как это полное название у него сейчас я скажу мне написали прямо на листочке написали на листочке вот такой гелевой гелевой ручкой как в школе девочки пишут ну я тоже любил в школе гелевой ручки хоть я и не девочка калифорния state identification вот написала на листочке дала свою визитку сказала когда сделаешь это можешь даже в банк не приходить пришли мне копию того что ты уже начал ее делать такой листочек вот такой вот что она уже изготавливается и с этим листочком можешь приходить я тебе открою карту можешь даже не приходить на почту мне написать я тебе назначу встречу я подумал ну и она мне показывает что уже ей такие приносят она говорит California ID тебя с твоими документами откроют без проблем я такой обрадовался думаю господи мне откроют California ID потом начинаю читать что для того чтобы открыть California ID нужно прийти переехать в DMV DMV это сейчас я вот загуглю как это называется DMV это California ok Department of Motor Vehicles да Vehicles сейчас мы послушаем как Google переведет это слово Vehicles Vehicles значит Vehicles I'm sorry California Department of Motor Vehicles Vehicles да Vehicles на ID что такое ID ID это это внутренний паспорт гражданина США но какого-то определенного штата во всех штатах свой ID вот сейчас я покажу как он выглядит как он выглядит в гугле вбиваемый California ID и вот вот так это выглядит вот такие счастливые люди лица изображены вот так такая карточка я думаю что многие знают о том что если если вы живете в стране в которой нет ID во многих сейчас странах других они уже перешли на ID это твой документ внутри страны есть условно отдельно загранпаспорт вот эта книжечка куда ставятся все штампики а есть внутренний паспорт который ты используешь только внутри своей страны сейчас это все все минимизируют до карточки такой плоской маленькой обычной как банковская только с фотографией и и ей можно пользоваться там при при там оформлении документов при когда тебя это просто достоверить твою личность в общем для меня для человека у которого сейчас нет паспорта завести такую карточку это просто как минимум с ней мне уже готовы открывать банковские счета я уверен что с ней я смогу преодолеть очень огромное количество у меня вот таких вот возникающих ситуаций когда я вот эту черно-белую бумажку никто не хочет воспринимать всерьез но только успела я порадоваться о том что с моими документами меня примут в в DMV я начал читать чаты о том что такое DMV и вообще оказалось что точно так же как и в банке нужно ходить в разные DMV и где-то в одном тебя пошлют а в другом тебя примут ну в общем большой разницы между банком и DMV в этом случае примут ли они твои документы не было ну в общем я на свой страх и риск отправился в ближайшие я просто вбил в гугл-картах DMV вот я сейчас даже покажу и она мне выдала просто любые любые сейчас отделения которые находятся рядом я думал что мне я попаду в какую-нибудь фигню вот значит вот это мое месторасположение где тут я покажите меня алло алло вот я здесь нахожусь сейчас и вот DMV вокруг меня вот здесь вот есть такое Calver City вот я в нем и был кстати Calver City Inglewood тут их много разных в общем сел я на свой велосипед на свой велосипедик велосипедик и поехал отдельная тема кстати к тем кто говорил что в Лос-Анджелесе невозможно просто находиться без машины я пока вот честно скажу что я как человек который обожает велосипед и все все лето там постоянно катается на нем для меня здесь велосипед это просто во-первых здесь все недалеко вот все этот DMV он тут в каждом районе есть свой DMV и в принципе тут ехать до него мне было минут двадцать ну то есть это прям мега удобно мега классно я сел никакие не такси ничего не уберни вот это все поехал доехал и как это все происходит ты становишься в очередь там их две одна у тех у кого уже есть какая-то какой-то начатый вопрос и вторая для тех кто пришел сюда начинать какое-то дело вот тебе тебе дают там такой листочек вот у меня к сожалению его нет с собой и с этим листочком теперь говорят там записывают какую-то информацию про тебя точнее не какую-то информарь какой-то номер тебе дают, а потом тебе говорят подойти к компьютеру и там ввести какую-то информацию себе, а потом там тебе дадут код, и этот код нужно будет вписать в эту квитанцию. А, человек сначала записывает твой номер, типа условно G219, это значит, что когда будет, вот ты как в банке садишься и ждешь меню, когда тебя вызовут, там типа А582, вот там она пишет там А582, и пока ты ждешь, ты можешь подойти к этим компьютерам и вбить там информацию, значит, в этих, ты забиваешь свое имя и фамилию, чтобы менеджеру не нужно было ни с каких документов перепечатывать твои данные, она просто проверяет их, и ты потом расписываешься за них. Значит, имя, фамилию, дату рождения, потом они тебя спрашивают, что тебе нужно открыть, ID или Driver Lessons, то есть воздействие удостоверения, ты пишешь, указываешь, что ID, дальше там, когда-нибудь ты уже делал ID или нет, тебе нужно обновить его, или ты открываешь первый раз, потом, самое интересное, это пункт про цвет глаз, волосы, здесь все понятно, там голубые глаза, блонд волосы, а дальше идет твой вес и рост вот в этих вот странных единицах. Значит, вот этот вот, в фунтах, в фунтах? Паунтс? Паунтс это у нас что? Фунт, да. Вес, вот, я начал срочно гуглить, сколько там, 62 килограмма, сколько это? Паунтс? Это оказалось 136 паунтс. И потом, значит, оно спрашивает рост, фит и инчис. Ну, то есть, и вот это было очень сложно, потому что я либо находил какие-то мерки, которые переводят только в фит, есть какие-то только в инчис, и вот только там, уже даже позвал менеджера, чтобы она мне помогла, и она помогла мне, объяснила, что мой рост 172 сантиметра это 5 фит, 6 инчис. Короче, здесь мне пришлось напрячься. Потом был смешной вопрос про готов ли я стать донором прям кожи и органов. Я только не понял, живой или мертвый. Я поставил да. Вот, и оно спросило, готов ли я... А, если там типа нет, то готов ли я задонатить 50 долларов? Вот, я написал да. Тогда оно мне спросило, готовы ли вы задонатить дополнительно 2 доллара еще на что-то? Вот. Я, правда, не против быть донором, может быть, ни там, ни органов, ни кожи, а крови там, например. Вот. Но... Или если я буду мертвым, может быть, мои органы или кожа понадобятся кому-нибудь. Вот в этом случае я совершенно не против. Поэтому на всякий случай поставил да. Вот там было, спрашивалось, готовы ли заплатить какой-то еще там, что-то пожертвовать 2 доллара. Я написал нет. И там еще была какая-то... Нужна ли вам льготная какая-то подача на ID или полная. И я выбрал льготная. Вот. Так и не понял, были ли отличия какие-то. А также был вопрос про Real ID. Чем отличается Real ID от ID? Тем, что по Real ID ты можешь путешествовать по Америке. Ну, якобы с этим документом. Я тоже могу путешествовать по Америке. Так что я... Там на Real ID нужно больше предоставлять разных подтверждающих документов. Поэтому я решил, что я сейчас не буду... Не буду поперек баски в пекло, как говорится, пробовать. Поэтому лететь. В любом случае, я уже из Луизианы прилетел в Калифорнию, в Лос-Анджелес на самолете. У меня все получилось. Так что... Так что... Как бы... Все, в общем, круто. Все хорошо. И я очень надеюсь, что мне моего ID хватит для того, чтобы делать то, что я собираюсь делать. Мне, по большому счету, пока не нужно никуда путешествовать. Вот. Я, конечно, мечтаю побывать на Рождество в Нью-Йорке. Я надеюсь, что я смогу это сделать со своими документами. Но если нет, то... Так, у меня сейчас небольшая паранойя идет на запись. Идет. Хорошо. У меня было еще, наверное, ни одного выпуска, чтобы я не проверял. Так вот. Что происходит дальше? Ты заполняешь эту заявку, в конце оно тебе говорит какой-то номер. И ты в номер вписываешь свою заявочку. Соответственно, с этим номером он передается менеджеру. Он видит, что ты уже заполнил свои данные. Когда ты говоришь, приходишь к нему, ждешь свою очередь. Несмотря на то, что народу там просто невероятно много, огромное количество людей, и мой номер подошел достаточно быстро, в течение минут 15. И... Я подошел, и какой пакет документов я дал им изначально? То, что я видел в интернетах, и то, что я вроде как прочитал у них там где-то в каких-то бумажках, которые мне давали, им нужно было предоставить форму, потому что это моя легальная сейчас, моя форма, мой документ. У меня есть апостелизированные свидетельства о рождении. Вот апостель стоит. И я им дал... Так, у меня есть копия оплаты коммунальных услуг моего спонсора. Вот. Коммунальные услуги. Такой вот листик. И... Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту. И копию паспорта я им дал распечатанную. Ну, вы представляете, как она выглядит, уже не буду искать. Я вот сейчас нашел копию своего ID. Ну, вот есть такая же копия у меня своего белорусского паспорта. Я им это все дал, и они сразу мне сказали, что, мол, ваш ID, мы не знаем, что это такое. Я им говорю, это вот форма А-11-4. Точнее, что это за листочек такой у вас? Я говорю, это форма А-11-4. Они посмотрели свидетельство о рождении, говорят, свидетельство о рождении. Копия паспорта им не подходит. Они говорят, дайте нам ваш оригинальный паспорт. Я им говорю, слушайте, я беженец на сегодняшний день. Я прошу у Америки убежище. И это мой единственный документ, вот этот черно-белый листочек, это мой единственный документ. Женщина не соглашалась меня никак принимать. И это был уже конец рабочего дня. Я пока сидел в очереди, пока разбирался, уже наступило 5 часов. И мне, кстати, отделение работает до 5, и мне было очень интересно знать, просто в 5 часов закроются двери, или я смогу все-таки подойти. Было интересно то, что всем, кому выдали вот эти номерочки в очереди, несмотря на то, что 5 часов уже прошло, все обслуживались. То есть до какого времени они на самом деле работают, это интересный вопрос. Вот в Беларуси совершенно все не так. Если в 5 часов закрывается отделение, неважно, какой у тебя номер или не номер, все, отделение закрывается. Здесь отделение закрывается до последнего человека, у которого есть номер. И, конечно же, я был последним этим самым человеком. Девушка-менеджер сказала мне, что приходите завтра, ибо для того, чтобы дать вам ответ на ваш вопрос, нам нужно позвонить в главный офис DMV в Сакраменто, и мы дадим вам ответ. Ну, как бы я не стал настаивать, и понятное дело, что мне уже хоть какую-то лояльность ко мне проявили. Сказали приехать на следующий день, но до 12 часов. По своим сложившимся обстоятельствам я смог приехать к ним в 11. Я понимал, что это достаточно поздно, но, тем не менее, я приехал к ним в 11. Пришлось проходить ту же самую процедуру еще раз, потому что мне не отдали мой листочек с этими компьютерными данными, которые я заполнил вчера, благо я все себе записал в заметки и быстренько ввел еще раз свои компьютерные данные. И пришел к новому окошку, там была другая девушка, она сказала, что тоже не хочет ничего слышать про мои копии, про этот черно-белый листочек, она тоже ничего не хочет знать. Она мне... Единственное, что она мне дала, это такой вот листочек, на котором написано перечень документов, который нужен ей для того, чтобы она смогла что-то мне выдать. И там было написано, что ей подходит форма Ай-94, но на этой форме Ай-94 должен быть штамп, типа, утверждено. Ну, короче, какой-то либо штамп о том, что я нахожусь на территории страны, подтвержден, типа, легально, в каком-либо статусе. Вот. И... Я понимаю, что это имеет смысл, конечно же, это не лишено смысла. Вот. Но я ей на это ответил, что я вчера разговаривал с другой девушкой-менеджером, она сказала, что нужно позвонить в офис Сакраменто, и, возможно, нам разрешат все. Это было мое спасение, что я сказал эту фразу, потому что она меня направила к менеджеру, с которым я общался вчера. Я к ней пришел, и она сказала, что звонить она никуда не будет. Вот. Но сказала, что вы можете подойти вот в окошко 3. Вот. Такой вот листочек мне дали, на котором написано, что должен стоять на форме Ай-Нс 4 штамп, например, Refugee или пароли, or... Paroli, or azalee, or HP, or PIP, or section 2.07, 2.08, or 0, or 2.1, 2.D.2. Кому-то давали бумажки с паролем, вот. Мне не давали такой бумажки, и так как там давались бумажки все по рандому, я понимаю, что это абсолютно ничего не значило. В общем, я все равно с ней начал спорить, и это было хорошо, что я с ней начал разговаривать, ну, как бы, в такой приятной дружеской манере я с ней поговорил. Она мне сказала, идите к окошку 3. И это было мое спасение. Там я встретила женщину, которая посмотрела мои документы, она сказала, посмотрела мою эту форму, A1-4, и сказала, нет, вот это не то, что нам надо. Она говорит, давайте мы сейчас посмотрим вас на сайте Customs and Border Protection, такой официальный сайт, где я уже внесен в базу. И там, я знаю, что там есть уже моя форма A1-4, там она выглядит по-другому, она выглядит вот таким образом. И она посмотрела, нашла меня там, она говорит, давайте мы распечатаем вот эту форму, и с этой формы я вам от вашего заявку на ID опруглю. И я прям просто, я был настолько благодарен, настолько я, я понимал, что эта женщина, к одному неравнодушному человеку, который решил мне помочь. Она пошла, распечатала эту форму, и сказала, вот становитесь вот в другое окошко, и сказала мне, вот окошко 2. Я захожу в это окошко 2, там сразу девушка мне, давайте ваш паспорт, такого ее паспорта нет. Но тут же сразу вот эта женщина, она сидела рядом с этим вторым окошком, она говорит, ну типа, мол, у него вот есть вот этот вот документ, я его апрувлю, с этим вот, с этой формой ID.4, он имеет право открыть свою, свой ID, свой ID. И женщина начала делать заявку. Вот, она, ну в общем, вот как-то так это произошло, и, но, после того, как она уже, она около минут 30, она уже распечатала мои данные, я уже сделал, подписал их, уже поставил дату, написал свой номер телефона, то есть уже все было практически, финальная черта, она уже там заполнила свою какую-то внутреннюю заявку. После этого она мне говорит, дайте, пожалуйста, свое подтверждение адреса. Вот, я ей показываю с телефона свое подтверждение адреса, она говорит, нет, это не подходит, мне нужно распечатанное удостоверение. И я просто поле лечу куда-то, не знаю куда, распечатывать себе это подтверждение адреса, и нахожу этот печатный копий-центр, делаю сразу несколько цветных распечаток, себе на будущее, вдруг где-то пригодится, плачу за это 6 долларов, и возвращаюсь обратно, бегу сразу в то же окошко, в которое я был, но девушка та, которая там со мной, уже все документы ей подписала, уже все, любое она оформила, она говорит, нет, становитесь в очередь опять сначала, вы ко мне не пойдете, становитесь в очередь, берите номерок новый, и идите в любое другое окошко. Видимо, она решила, что не хочет брать на себя ответственность, за мое оформление все равно по этой форме, несмотря на то, что другая девушка ей сказала, что она может это сделать, и должна, и нужно. В общем, эту очередь я уже прождал около часа, и тут мне не повезло с быстрой очередью, и я попал в другое окошко, где опять мне говорят, давайте ваш паспорт, я говорю, ну, слушайте, я вот общался с женщиной, вот, она уже заполнила все мои данные, уже там, я уже во всем расписался, пожалуйста, подойдите к ней, вот моя форма, вот эта Ай-94, вот там здесь написано, моя имя, фамилия, посмотрите, пожалуйста, она уже все сделала, мне только нужно, уже закончить эту, вот внести только данные с моего подтверждения, ну, об адресе моего поручителя. Она пришла к этой женщине, которая меня оформляла, та женщина ей сказала, видимо, что, видимо, что она не хочет этим заниматься, но, к моему счастью, я уже глазами смотрел в ту девушку, которая помогала мне вот оформлять вот это, все эти документы, которые повлияло на предыдущего менеджера, чтобы она все-таки начала делать мою заявку, я смотрю ее в зале и не нахожу глазами, я понимаю, что все, мне кажется, это пиздец, мне все-таки не сделать эту ID, но вместо меня, видимо, к этой девушке, к этой женщине, вот этого менеджера направили вот эту девушку, и она нашла ее, она к ней пришла, она говорит, ой, все, без проблем, типа, все делать, и тогда меня эта женщина говорит мне, идите, вот раз вам та вот девушка сказала, что она вам все оформит, вот идите, она вам все и оформит, и, короче говоря, вот этот, я сразу хочу описать, и это такая тучная, крупная, красивая, просто потрясающая афроамериканская женщина с очень добрыми глазами, которая отнеслась ко мне по-человечески, которая человек с большой буквы, и она сказала, я к ней прихожу, я говорю, прошу прощения, пожалуйста, она говорит, ничего не надо говорить, я все понимаю, ничего не, ничего не объясняйте мне, и начинает просто оформлять мою заявку, вот, и опять еще раз она все распечатала, я опять расписался в том, что я уже сделал, она уже опять заполнила свою внутреннюю заявку, она попросила у меня вот этот, наконец-то, листик, который я распечатал, и говорит, все, идите, оплачивайте, я не знал, что это платно, заплатил я 33 доллара, вот, мне говорили в чатах, потом я уже когда списывался, мне говорят, что кто-то платил 43, возможно, это и есть какая-то льготная, то есть, может быть, нельготная стоит 43, может быть, льготная стоит 33 доллара заявка, в общем, и они говорят, все, идите, фотографируйтесь, я прихожу фотографироваться, они говорят, а у вас нет в каком-то там списке, я возвращаюсь, она говорит, да, я вас забыл внести в список, ну и все, я, в общем, В общем, возвращаюсь, фотографируюсь. Фотография происходит прямо там, то есть она автоматически такой вот аппарат. Если кто-то фотографировался на ID-карту, знают, что они тебя прямо внутри вот этого отделения фотографируют, сразу автоматически эта фотография прикрепляется в какой-то документ и отправляется на печать твоя карточка. Она отказалась меня перефотографировать, я увидел свою фотку, она мне показалась некрасивой, но я там очень счастливый, улыбчивый, ну как ребенок, просто счастливый от того, что ко мне пошли на встречу и сделали с моим настоящим, реальным, американским документом, с которым мне сказали, что мне откроют все документы, которые мне нужны, мне откроют с ним. И я очень рад, что все-таки нашелся человек, который с этим документом действительно что-то открыл. И я очень рад тому, что с 25-й попытки я туда пришел в 1 часов утра и в 5 часов вечера, благодаря этой женщине потрясающей, в 5 часов вечера я оттуда вышел. Фотография там будет калечная, уродская, смешная, но она максимально передает весь этот день, я его запомню и я хочу сказать вам о том, что главное в этой ситуации, я открыл это по сути с одной распечатанной вот этой вот штучкой, вообще без никаких документов, без всех копий, без ничего. То есть вот еще есть подтверждение адреса, вот эта вот история, но это, ну как бы это вообще абсолютно полная фигня, а не документ. И я хочу сказать, что я, по моему опыту, это самые простые, несмотря на то, что я был там 2 дня, несмотря на то, что меня мурыжили от одного менеджера, отправляли ко второму. Я читал в чатах, что если у кого-то там, у кого-то в одном DMV не получилось, ехал кто-то во второе, но точно так же, как я и границу пересек, если ты хочешь получить что-то, ты это получишь. И вот этот пример, вот эта история абсолютно полностью это все подтверждает. И, ребят, у вас все получится, у меня сейчас будет калифорнийский ID, и я безумно счастлив, я безумно счастлив в том, что у меня есть. Я хочу сказать вам о том, что у меня в подписи там есть ссылки на, как можно поддержать меня, как-то задонатить, потому что мне очень нужны деньги, я сейчас не работаю, я сейчас только занимаюсь только документами. Мне нужно оформить свое легальное пребывание в США, мне нужно оформить свою форму IP189, это все требует времени. Я выкладываю для вас эти видосы с полезным контентом, пожалуйста, поддержите меня, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте в комментах, подписывайтесь там на мои инстаграмы, на мой телеграм, у меня везде свой оригинальный контент, везде никаких повторов, много чего рассказываю. Я рассказываю личным, я в основном рассказываю про себя, делюсь какими-то вот такими же вещами психологическими, какой-то поддержкой, какие-то аффирмации выкладываю для того, чтобы верили в себя, поддерживали себя. Потому что я в Америке абсолютно один, у меня здесь нет никого, нет ни одного человека, который мне может здесь что-то сказать, куда-то отвезти, за ручку взять, сводить. Я все это делаю один, и это все возможно, вы видите, это возможно, у меня теперь есть мой ID, и завтра я с этим ID, с этим документом о том, что у меня уже готовится ID, пойду в банк и сделаю свою карточку. И скорее всего открою свою первую кредитную карточку, потому что открывать кредитный счет в Америке очень важно, нужно ввести свою кредитную историю, и это поможет. Я про это расскажу потом, я еще сам не знаю всех деталей, не знаю зачем, я за всю свою жизнь не брал ни одного кредита, я не знаю, как это работает сейчас в Америке, это отдельная тема, но то, что я сейчас смогу себя открыть легально свою карту, благодаря вот этому листику, это абсолютный факт. И я думаю, что вот эта информация, вот эта история, как я это делал, дорогого стоит. Буду благодарен вашей поддержке, и на связи, на связи, это был Сергей Ульянов, пока Вселенная, и я уже пойду спать, уже почти 10 часов вечера, уже даже вот голос садится. Записал сегодня для вас два видео, два супер классных, крутых контента, контент фрейма, который вам понравится и будет полезным.